Дорога из Баткенов-Бишкек на автомобиле занимает до 20 часов езды. Это же расстояние самолёт преодолевает за один час. Однако авиабилет стоит в два раза дороже – около 6 тысяч сомов. Таксисты берут до 2,5 тысяч сомов. Сейчас в зимнее время самолёт из Баткенов-Бишкек и обратно летает один раз в неделю. Ехать автомобилем зимой тоже опасно. На дорогах гололёд и туман. Будет хорошо, если рейс сделают хотя бы два раза в неделю. Из-за дальности дороги мы оборудовали топчан. Когда долго сидишь, ноги сильно затекают. И тогда на топчане можно немного отдохнуть, размять ноги. До Аша или Джалалабада ехать всего несколько часов. Тогда топчан не нужен. А для расстояния в тысячу километров топчан обязателен. До столицы из Баткена можно добраться на микроавтобусе или на легковом автомобиле. По словам таксистов, пассажиры чаще выбирают наземный вид транспорта. Всё потому, что не каждому по карману купить авиабилет за шесть тысяч сомов в одну сторону. Водителям приходится тяжело на таком длинном пути. В первую очередь из-за погодных условий – тумана или снега. Иногда туман такой густой, что не видно дорожной разметки. Если в маршрутке два водителя, то до столицы можно доехать за 15 часов. Если один водитель, то за 20. Потому что водителю нужно обязательно отдохнуть и поспать. Сейчас полномочное представительство президента в Баткенской области предпринимает попытки увеличить количество авиаперелётов в неделю, а также сделать стоимость билетов доступной населению. Для этого проводятся переговоры с различными отраслевыми ведомствами. «Для того, чтобы понизить стоимость билетов на внутренние рейсы из Баткена, предпринимается ряд мер. Мы направили официальные письма в соответствующие ведомства. Авиасообщение положительно скажется и на экономическом развитии нашей области». Напомним, что в Баткенской области на сегодня имеется два аэропорта. Планируется, что количество внутренних рейсов увеличится, если в международный аэропорт Манас поступят новые самолёты. Мадина Низамова, Аделора Залив, Иниатер Гешева, Эльтер, Баткенская область.